Много лет назад в лесах случился пожар. Сгорело много гектаров леса. Животные спасались бегством, бросая место своего обитания, спасая свои жизни. В этом лесу жила стая волков, небольшая, но очень дружная. Когда случился пожар, вожак уводил стаю от опасности, бежали все, кроме одного волчонка. Волчонок родился слабеньким и сильно уступал своим сверстникам. В то время как все щенки бегали, он лишь пытался вставать на лапы, но слабые ноги не держали его, и он падал. Волчица пыталась унести его, но щенок был уже слишком тяжелым для нее. Огонь съедал все на своем пути. Деревья падали, ломая соседние и поджигая траву. Волчонок скулил, глядя как уходит его стая. Спустя много лет, стая вернулась в этот лес. Он вновь был зеленым и свежим. Птицы щебетали на ветках, все было таким как раньше. В стае уже был другой вожак, молодой, сильный волк, один из тех щенков, которые смогли убежать с волчицей. Шли дни, стая укрепилась на принадлежавшей им когда-то территории. Они охотились, растили щенков, в общем жили как раньше. Однажды вожак повел стаю к реке. Волки пили воду, щенки плескались на мелководье, играли, весело рычая и тягая друг друга за уши и хвосты. Вдруг из тени леса появился огромный, черный волк, его глаза ярко блестели, отражая солнечный свет. Волк вышел на середину опушки и остановился. Вожак стаи настороженно поднялся с травы и отправился навстречу чужаку. Они, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу. Раздалось злобное рычание. Старшая волчица повела выводок подальше от этого места, она знала, что такое терять своих щенков, и торопилась так же, как и на том пожаре. Раздался рев и дикий виск, с опушки мчался вожак стаи, весь в крови, в раннах. Догнав стаю, он упал на траву, тяжело дыша скулил от боли. Волчица обнюхивала его, пыталась залезать раны. Вдруг из-за дерева показался черный силуэт того хищника. Он был крупнее, чем все в стае, и сразиться с ним уже никто не посмел. Волк подошел к раненому вожаку. Старая волчица оскалилась, защищая своего сына. Огромный, черный волк мог без труда убить ее, но он остановился, принюхиваясь, смотрел ей в глаза. Спустя пару секунд он развернулся и отправился прочь от этого места. Он узнал знакомый до боли запах, запах матери, который он не чувствовал много лет, но не забыл его. Волк долго скитался по лесам, всегда один, всегда грустный взгляд и тихий ночной вой. Уйдя уже далеко от тех мест, где он жил, волк наткнулся на маленькую стаю, даже не стаю, а группу, две молодые волчицы с выводком. Охотники перебили почти всех, не осталось ни вожака, ни взрослых волков. Люди убивали серых хищников, не щадя никого. Остались в живых лишь две самки из переярков и недавно родившиеся щенки. Одна волчица была ранена, сильно хромала, а из раны на боку, без остановки сочилась кровь. Волки обнюхали друг друга. Никакой агрессии никто не проявил. Черный хищник повел их за собой, в сторону от тех мест, где были охотники. Солнце садилось, лезь темнела и природа потихоньку готовилась ко сну. Волки остановились у оврага, спустившись немного вглубь, они улеглись на сырой траве. Щенки проголодались и жадно присосались в волчице. Но у молодой хищницы не было еще выводка, и молока соответственно тоже. Утром, с первыми лучами солнца, волки отправились дальше. В поисках еды, они бродили по лесу, но в этой части леса зверей почти не было, уж больно часто приезжали сюда люди, чтобы похотиться. Спустя день, раненая волчица не могла больше идти, она легла, рана очень сильно болела и кровоточила. Голодные щенки еле плелись за взрослыми, отставая из куля. Черный волк оставил волчье семейство и направился в ту сторону, откуда ветер принес запахи недавно вырубленных деревьев и вареного мяса. Он бежал туда, где были люди. Вскоре волк оказался на окраине деревни. Небольшой поселок в лесу, окруженный деревьями. Из леса хищник не выходил, обойдя деревню вокруг, он выбирал место, где можно найти еду. Собаки чувствовали зверя, громко лаяли и скулили. На улице уже темнело, когда вечернюю тишину разорвал ужасающий виск, лая и грохот выстрелов. Люди бегали по улице, кричали что-то, всюду горел свет. Волк шел обратно, волоча в зубах зарезанную им козу. Но когда он вернулся к месту, где оставались молодые волки, там было лишь остывающее тело раненой самки. Второй волчицы с малышами не было. Идя по запаху, он вскоре нашел щенков, свернувшихся клубочком у куста шиповника. Они еле дышали, изможденные голодом. Мяса они еще не ели, хотя черный специально для них переживал и отрыгнул самый мягкий кусок, а без молока шанса выжить у них не было. Волчица вернулась к ним спустя пару часов, ее охота оказалась неудачной. Черный лежал рядом со щенками. Козы двум волкам хватило на несколько дней. Щенки не пережили последнюю ночь, и утром путь продолжили только двое. Жизнь иногда бывает до ужаса жестокой. Но она оставляет шанс, всегда шанс продолжить путь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!